МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крыши превратил в щепки, столбы ломал, как спички. По Алтаю снова прошелся ураган. В одном из районов бушевал торнадо. Долгожданный объект в Черышском районе приступили к строительству дамбу. Наступила жара, значит, пляжам открыться пора, где в крае можно позагорать и искупаться. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Сегодня в крае стартовал большой агропромышленный форум День сибирского поля-2018. Его программа весьма насыщена. В течение двух дней на площадке агропарка будет работать выставка племенных сельскохозяйственных животных, которых выращивают на Алтае. Чтобы наладить связи и заключить взаимовыгодные контракты, на форум приехали специалисты из Казахстана, Германии и Южной Кореи. На стационарной выставочной площадке расположились 500 единиц техники и оборудования. Гости могут не только посмотреть на машины, но и заключить контракты на их поставку. Пройдут и довольно зрелищные мероприятия, к примеру, шоу телескопических погрузчиков. Открыл мероприятие в Рио губернатора края Виктор Томенко, председателя КЗС Александр Романенко и сенатор Михаил Щетинин. Также на дни Сибирского поля приехал заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Подробный материал с первого дня работы форума смотрите в вечернем выпуске. Есть разрушения. Минувшим вечером погода вновь заставила поволноваться жителей региона. Настоящий ураган пришел в немецкий национальный район. В Николаевке он сносил крыши, валил деревья и столбы. В Каменском районе жители наблюдали смерч, который, к счастью, обошел жилые дома стороной. Крупный град выпал в камни на Абии в Тюменцевском районе. Пострадали огороды, уничтожено 50% посадок. Побиты машины и даже скот. Непогода добралась и до Бийска. Здесь прошел сильный дождь и град. Все это время в режиме повышенной готовности работали энергетики. Края устраняли последствия стихии. По некоторым данным, порывы ветра в регионе достигали 27 метров в секунду. А в Бийске накануне из-за крупного пожара пришлось перекрывать целую улицу. Что горело? А также в чем причины банкротства крупнейшей строительной компании Края? В традиционном обзоре изданий Сибирской медиагруппы. Бийский рабочий сообщает о серьезном пожаре. Накануне горела бывшая столовая СИП «Прибор Маша». Есть информация, что в здании велись строительные работы. Пожар был настолько масштабным, что пришлось перекрывать улицу. Причины выясняют. Для жителей Бийска в советское время столовая была культовым местом. Здесь было кафе, где играли свадьбы. Одна из старейших строительных компаний Края «Стройгаз» после двух лет судов признана банкротом. В причинах разбираются корреспонденты по лице Бру. Процедура конкурсного производства открыта до 20 июня 2019 года. Сейчас долгов у «Стройгаза» 2 миллиарда 724 миллиона рублей. Продолжаются суды. Почему крупнейшее предприятие, на счету которого самое известное здание Барнаула, оказалось в такой ситуации, и кто теперь достраивает объекты, подрядчиком которых выступал «Стройгаз», читайте на сайте politsip.ru. На ремонт алтайской школы потратят 10 миллионов рублей, пишет КП на Алтае. В Серебропольской школе Табунского района учатся больше 200 детей из семи сел района. В здании планируют заменить окна, отопление, водопровод и полы, отремонтировать столовую и отделать его сайдингом. 1 сентября обещают обновленная школа откроет двери для учеников. Евгения Даровская, наши новости. В Черышском районе приступили к строительству дамбы. Она будет достигать 4 метров в высоту и 8 километров в длину. Сооружение должно защитить от затопления жителей поселка Красный Партизан и районного центра Черышское. Наверху получится. Работы начали там, где позволила нам вода работать. Первый участок дамбы протяженностью 800 метров возводит поселка Красный Партизан. Всего же участков будет три. Все вместе они полностью закроют берег реки Черыш вдоль поселка и райцентра. По словам главы района Александра Езди, настройка сооружения началась неделю назад. Общая стоимость работы около 140 миллионов рублей. Напомним о необходимости возвести дамбу в Черышском районе, начали говорить еще в 2014 году, когда на Алтае было одно из самых сильных за всю историю региона наводнений. Удар стихии первыми приняли села Красный Партизан и Черышское. Под водой оказались сотни домов, десятки практически с мыла. Изначально дамбу планировали построить к осени 2015 года, затем 2019. В итоге инженерная защита появится не ранее 2020 года. Барнаулец Александр Ерохин не помог сборной России одержать историческую победу. Весь матч футболист просидел на скамейке запасных. Несмотря на это, болельщики с Алтая, как и вся страна, сегодня наверняка проснулись в приподнятом настроении. Ведь этой ночью команда Станислава Черчесова сотворила сенсацию. Впервые за 32 года отечественная сборная пробилась в 1-8 финала чемпионата мира. Первыми точный удар по воротам Египта нанесли сами же египтяне. Отличился со знаком минус защитник. После этого слова взяли игроки России. Добивать оппонентов вызвались Денис Черешов и Артем Дюба. Гости Северной Африки все же смогли размочить нолик Инфеева. С точки точно провел главная звезда египтян Мухаммед Салах 3-1. Россия идет в 1-8 стадии. Правда, впереди еще есть одна игра против Уругвая. Она пройдет 25 июня. 38 пляжей открыли на Алтае. Всего по плану их должно быть 59. 10 официальных мест для купания уже готовы принять отдыхающих в Зминогорском районе. 6 в Алтайском, 4 в Егоревском и 3 пляжа в Яровом. В Бийском районе официально разрешено купаться в двух местах. А в столице региона пока открыт лишь один пляж и тот частный. Городские места для купания пока не подготовлены из-за высокого уровня воды в Аби. Отметим, что по нормам места для купания должны быть разделены на взрослые детские зоны, огорожены буйками и иметь полугое дно. К тому же на пляжах обязаны дежурить спасатели. Сотрудники МЧС призывают жителей региона купаться только в подготовленных местах. С начала лета в Крае произошло уже несколько несчастных случаев на воде. В период отопительного сезона, что уже скоро, нельзя забывать о состоянии вентиляции в многоквартирных домах. Ведь от этого зависит не только микроклимат в квартире, но и наше здоровье. Обслуживание систем вентиляции, очистка дымоходов, печей, каминов, санитарная обработка мусоропроводов, поддерживать гигиену в жилых домах с компанией «Эко Сибирь» просто и выгодно. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды сеть магазинов «Трофей». Все для рыбалки, охоты и туризма. В «Трофей» найдется все для отличного летнего отдыха, палатки, мебель, спальники, рюкзаки, посуда, барбекю, мангалы и все остальные нужные аксессуары. Оторвись от компа. Покажи своей девушке настоящую романтику. Сходи в поход с семьей. Приготовь ужин на костре. Будь мужиком. Сеть магазинов «Трофей». Сегодня в крае жара немного спадет, но будет тепло. Плюс 24 в Заренске, на 2 градуса выше в Бийске, до 28 выше 0 в Белокурихе, в Барнауле. Днем переменная облачность, возможен дождь и до 24. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова